Готов ворваться в игру на новом уровне? HyperX представляет эксклюзивный ковер Na'Vi Edition для Pro Gaming. Он уже доступен в продаже в сети магазинов DNS. В течение месяца ты можешь получить его совершенно бесплатно. При покупке механической клавиатуры HyperX Alloy Elite или Alloy FPS с переключателями Cherry MX, а также игровой мыши HyperX Pulsefire FPS ковер HyperX Na'Vi Edition в подарок. Поторопись, количество ограничено. Ссылка в описании. Кликай! Всем привет, друзья, и данный ролик посвящен теме ДТП. Да, это не тупо кликбейт для того, чтобы набрать дохера просмотров. И я поделюсь с вами своей охуительной историей, как я попал в ДТП и что же вообще произошло, потому что история очень поучительная на самом деле. И да, я забыл самое главное. Сейчас для такого видоса должна появиться вот такая пикча, чтобы было максимально лампово. И да, всем приятного аппетита, кто кушает или пьет чаёк. Так вот, друзья, начну по порядку. Ехал я как-то, никого не трогал. И всё вроде бы было бы супер. Но тут в меня врезается десятка, точнее она поворачивала... Вот я ехал по главной дороге, с второстепенной дороги поворачивал на главную десятка. Я ехал в крайней правой полосе, но десятки почему-то приспичило повернуть так, чтобы задеть меня боком. Видеофрагмент с видеорегистратора вы сейчас видите у себя на экранах. То есть вот я ехал прямо, и меня просто в пиндюре разбилет десятка. И история следующая. Вроде бы ничего обычное ДТП. То есть есть виновники, есть ДТП. То есть... Ну ничего, блядь, кардинального-то не произошло. Если бы ни одно но. После того, как произошло ДТП, двое чуваков из этой десятки подошли ко мне к тачке и начали рассказывать о том, что, блин, мы хотим ругаться, чувак, и тому подобное. Как вы, если это мужики, и они были слегка отдатами. Вот. И история от них, точнее предложение от них было следующее. Мол, поехали сейчас с нами, я тебе отдам, мол... Там водила говорит, я тебе, мол, отдам сейчас документы от гаража. Есть определенный гараж, он в том-то, в том-то районе находится. Можешь забирать и себе, он стоит около 70 тысяч. Забирай себе и давайте порасойдемся на месте. Короче, чуваки признали свою вину и решили решить вопрос, короче, ну, не вызывая гаишников. Я примерно прикинулся в голове, то есть я знаю, какая ценовая категория гаражей в том районе. Явно там не 70 тысяч рублей, во-первых. Во-вторых, гаражи там, ну, скажем так, на кой хуй мне гараж нужен? То есть, ну, Серега, что я с ним делаю? Солить его буду? Куда я его дену? Вот этот геморрой с документами, продавать этот гараж, потом что-то с ним делать, да он нахер мне не сдался. И я решил вызвать ГАИ. Как только я начал вызванивать ГАИ, эти прыгнули в машину, два, скажем так, прыгнули в машину и свинтились вместо ДТП. Все бы ничего, я вызвал ГАИЦов. Угадайте, сколько я ждал ГАИЦов? Вот, я сейчас реально врать не буду. Три часа я прождал ГАИЦов, и в итоге они не приехали. В итоге мне диспетчер сказал, что проще самому подъехать к управлению. У нас в Ярославле называется это Серый дом. Я к Серому дому к 11... К ДТП произошло в 7 часов, где-то в районе 7 или 6, не знаю, в районе 7 часов, наверное, произошло ДТП. А к Серому дому я подъехал к управлению к 11 вечера, то есть мне сказали подъезжать к 11. Мы составили протокол, сотрудник ГАИ сфоткал машину, все составили, все как надо, короче, все есть. Машину опознали на видеорегистратор номер, в итоге высветился, узнали, кто это, чего, как и тому подобное. И машину, как я понял, кинули в розыск. И все бы ничего, проходит неделя, прошла полторы недели, никаких новостей нет, ГАИшник говорит, да-да-да, там инспектор по розыску, туда-сюда, мол, скоро все выяснится, вот ищем, ну, что поделать. И вот, вот, вы сейчас не поверите, вы сейчас увидите одну интересную видеозапись. Вы сейчас видите ту самую десятку. Вот, я подъехал к дому друга для того, чтобы забрать друга, и, ну, я ехал вот реально через весь практически город для того, чтобы забрать кореша, покататься, пойти, погулять, и я не зря через весь город ехал. Именно вот в этом месте, где вот живет у меня друг, стояла эта десятка. Я ее сразу узнал по номерам. В итоге я заблокировал выезд этой десятки для того, чтобы она уже в этот раз никуда не смылась. И человек, который сидел за рулем этой десятки, я его сразу узнал, это один из тех двух, скажем так, алкашей, которые в меня тогда впиндюрились. И вот этот, короче, водил начал сразу же оправдываться, мол, типа, я не я, корова не моя, я эту машину купил всего три месяца назад, ой, три дня назад, и, типа, ДТП никакого не знают, о чем-то вообще. Причем два друга его, которые сидели, тоже два других мужика, которые вы сейчас видите вот на своих экранах, два других мужика стояли просто в стороне, как бы, они были с ним в машине, и они по секрету мне сказали, то есть я подошел, спросил одного из них, ты не знаешь вообще, чего, как, почем. Он говорит то, что этот водила, его зовут Алексей, вот, этот водила реально, то есть, да, он рассказывал, что он кого-то въехал, это он подробностей не рассказывал, но, да, он подтверждал то, что, да, в ДТП куда-то попал. И вот, блядь, все равно, я стою, ему объясняю то, что ты ни хера не прав, ты отсюда никуда не уедешь, ты сейчас, мало того, что, ну, я не буду говорить, что я говорил ему, потому что тут есть у нас уголовный кодекс, нужно следить за тем, что вы говорите, друзья мои. Вот, и человек все равно вот этот цирк устроил, то, что нет, я не я, короче, в итоге гайцы подъехали. После того, как гайцы подъехали, с него взяли объяснительные, с меня взяли объяснительные, плюс ему велели в обязательном порядке явиться с машиной по определенному адресу, для того, чтобы провести экспертизу и тому подобное, короче. И вот, вся история заключается в том, что, друзья мои, во-первых, никогда не пейте за рулем, потому что иначе будете, вот, как этот Алексей, вы по нему посмотрите, ну, вы поняли, короче, никогда не бухайте, вообще ни хер пить, и никогда не пейте, не садитесь пьяным за руль, потому что вы лицу это может следующее, плюс, никогда не уезжайте с места ДТП, потому что рано или поздно, правда, вскроется все, добро старшествует, вот. И самое главное, друзья мои, не нарушайте ПДД, не нарушайте закон. Вот, хрен ты с этой машиной, там ремонт у меня встанет в районе 40 тысяч рублей, фотографии, как бы, вы сейчас видите на своих экранах, видели, возможно, ранее, я не знаю, сейчас, как я в итоге смонтировал ролик. Вот, и хрен ты с этими деньгами, хрен ты с этой машиной, загвоздка в другом, то, что, главное, что все живы, вот, ну, главное, что я жив, вот, и главное, что в этот момент со мной в машине никого не было. И еще хочу один нюанс сказать, вот, я вроде бы водитель, я езжу и, как бы, стараюсь никогда не превышать скоростной режим, и всегда надеюсь, вот, автоматически то, что, да, ничего не произойдет, я же езжу нормально, то есть, я умею хорошо водить. Но, никогда не надейтесь на себя, потому что, рано или поздно, вам может также встретиться на дороге какой-нибудь мудак, который ездить-то толком и не умеет, либо права купил, либо попросту, ну, отшибленный на голову и, блять, не знает, что это вообще машина, и у нее 4 колеса. Поэтому попросту рекомендую всем надеяться не только на себя, то есть, вы можете на себя сколько угодно надеяться, но не надейтесь на то, что, скажем так, компаньон, водитель другой, короче, на другой полосе будет так же хорошо водить, как и вы. Ну, и мораль такая, то, что добро, как я и сказал, всегда торжествует, дорогой мой Алексей, хотел свинтить не вышло, не знаю, мне кажется, он все проклинал в тот день, типа, блять, какого хера я вообще туда поехал, зачем я поехал, на какой черт мне это вообще все нужно было. Ну, вот, приехал, доездился. И мне, как я и сказал, вот, нисколько даже деньги важны, мне вот сам факт был наказать этого вот мудака, потому что, ну, блять, ездить бухими, вот, пьяными за рулем, ну, это как минимум, я не должен, блять, не правил, я чего вообще несу, блять, это, ну, это пиздец. То есть, серьезно, если бы, ладно, со мной попал ДТП, а если бы на пешеходном переходе ребенок шел бы, или еще что-то могло произойти, запросто. И среди моих зрителей, по-любому, есть автолюбители, такие же, как и я, которые любят ездить, любят водить автомобиль. Друзья мои, все, кто автолюбители, если вы видите то, что на ваших глазах пьяный садится за руль, или вы заметили, что бухой, ну, вот, реально в говнину бухой едет, или даже просто в даты едет, останавливайте, не знаю, не давайте завести машину, если видите, что заводит машину бухой. Вот, не бойтесь ничего, выдергивайте ключи из зажигания и просто выкидывайте их, либо вызывайте сотрудника полиции, отдавайте сотрудникам полиции эти ключи. Все, ну, не давайте высадиться за руль алкаша. Ну и на этом все, это вот такой поучительный был на самом деле ролик, я надеюсь, хоть кому-то он был интересен, но я раньше любил на канале рассказ какие-то охутиные истории, то, что происходит в жизни, плюс, возможно, это кому-то чем-то поможет. И да, кстати, забыл сказать про один нюанс в ролике, я сейчас на стадии монтажа нахожусь, и как бы ролик уже почти готов выпустить, но вспомнил про одну вещь. У водителя, как оказалось, не было страховки, и многие скажут, что нужно было соглашаться и изначально решать вопрос на месте. В итоге я бы поимел гараж и деньги, но, друзья, этот человек продолжил бы ездить за рулем в нетрезвом виде, и в следующий раз он мог бы уже не задеть мою машину, а сбить, допустим, пешехода или еще чего хуже. Так что я считаю, что я поступил по совести, машина и деньги это вещи восполнимы, а вот здоровье и жизнь не купишь ни за какие деньги. Сейчас же водителю грозит лишение прав на срок до полутора лет. Так что еще раз повторяюсь, друзья, будьте аккуратны на дорогах, и как говорит кто-то Малахов, берегите себя и своих близких, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!